Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нарисуем такую космическую картину необычным способом. Краска, которую я сегодня буду использовать, это жидкое соленое тесто, которое сделала я сама. Рецепт этой краски вы можете найти, перейдя по ссылке или на моем канале. Для этой работы я взяла плотный картон. Беру краску и ложкой капаю на картон небольшими пятнами. Поочередно меняю цвета, стараюсь заполнить все пространство в центре листа. Это будет будущий фон моего космоса. Для моего космоса я использую три цвета, голубой, зеленый и малиновый. Но вы можете сделать любые цвета, любые краски, ведь космос он разнообразный и необычный. А белый и желтый цвет я оставляю для того, чтобы нарисовать сверху звезды. Сейчас я беру малиновый цвет и заполняю оставшиеся пустые места в середине моего картона. Близко к краю я краску не наношу, оставляю рамочку, чтобы она не вытекала. Теперь начинается самый интересный и загадочный процесс. Я беру шпажку и начинаю проводить в разные стороны. Сверху вниз, справа влево, круговыми движениями. И образуются очень причудливые и необычные рисунки. Сейчас кажется, что я делаю это очень быстро. На самом деле я провожу медленно, для того, чтобы краска успевала перемешиваться. Теперь я рисую звезды. Делаю каплю желтой краски, внутри белой. И шпажкой провожу от центра к краям. Следующую звезду я решила сделать наоборот. Сначала белое пятно, а внутри желтое. Когда я рисую звезду, я не протираю шпажку, и внутри образуется темный цвет. Но можно и протирать ее каждый раз, когда вы наносите луч. Тогда середина у вас останется светлая. А сейчас желтым цветом я добавляю маленькие пятна, и шпажкой рисую хвост. Это будут кометы или метеориты. Добавляю маленькие точки звезды, которые находятся вдалеке. На этом фон готов, перейдем к деталям. Теперь я беру цветное соленое тесто. Как приготовить соленое тесто, как его покрасить, вы можете найти на моем канале или перейти по ссылке. Сейчас из белого соленого теста я сделала треугольник. Это будет ракета. Я решила, что на моей картине будет ракета и космонавт. Вы можете придумать любой сюжет для вашей картины. Я подготовила окна, ножки, нижнюю часть моей ракеты. Но теперь, чтобы склеить тесто к тесту, я обязательно промазываю водой. Еще я решила добавить сверху антенну. И обратной стороной кисточки делаю углубление в окнах. Аккуратно кладу ракету на мой фон. Ничем смазывать не нужно. Тесто жидкое, поэтому ракета отлично приклеится. А сейчас я начинаю лепить космонавта. Делаю это из простых форм. Круглая голова, овальное туловище. Катаю колбаски для рук, ног, добавляю обувь, перчатки. На этом этапе может быть полный полет вашей фантазии. Добавляю мелкие детали. И не забываю, чтобы приклеилось, нужно обязательно смочить водой. Теперь моего космонавта аккуратно перекладываю на подготовленный фон. Еще я заранее подготовила тесто красного цвета. В нижней части моей работы я хорошо намазываю клеем ПВА, формирую длинную колбаску и прижимаю. Здесь у меня будет красная планета Марс. Теперь подручными материалами я покажу поверхность Марса. Использую обратную сторону кисточки, клея ПВА, баночки из-под гуаши. Теперь нужно дать полностью высохнуть моей работе. Этот процесс не быстрый. Моя картина сохла трое суток. Осталось оформить края. Я смешиваю синюю с коричневой, делаю темную краску и наношу на край, не заходя на соленое тесто. А теперь беру желтую краску, немного смешиваю ее с водой и делаю набрыск. Таким образом я рисую звезды. На этом наша картина готова. Она получилась сегодня очень необычная.